МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в студии, конечно, происходит что-то невероятное. Двигают мебель, кресла все убрали в сторону, потому что, оказывается, нельзя на кресле, вы знаете, комфортно играть на виолончели. Вот так вот удобно, немножечко как бы на спинку привалившись. Нет. Виолончельный дуэт Лимончелло. Юлия Василюк, Анастасия Гудкова с нами в студии. Здравствуйте. Рады вас видеть. Чуть-чуть, да, пока при... Да, вы это очень красиво делаете. Конечно. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немножко про себя, чем вы занимаетесь, почему вы играете то, что вы играете в двух словах. Почему забросили академическую музыку, если забросили? Да, да. Мы группали манчелло. Да. Играем различные. Чуть-чуть поближе. Да, я понимаю, что сложно, потому что девчонки отодвинулись максимально далеко, чтобы держать виолончели. Сейчас им приходится приближаться назад. Включайте видеотрансляцию, она того стоит. Да. На самом деле мы играем разную музыку. Академическую, классическую и рок-музыку. Мы просто перешли немножко больше в эстрадное направление. Но как бы мы не забросили ничего. У нас есть программа с романцами прекрасная, но ближе просто как бы рок. Лично мне. Но романцы тоже потрясающая музыка. Мы ведь услышим какие-то вещи сегодня, чтобы наши слушатели имели представление об этом. А про виолончель. Скажите про ее судьбу сейчас в современной Москве. Многие люди хотят заниматься виолончелью. Много виолончелистов вообще в столице сейчас? Да, сейчас настоящий бум виолончели. Все хотят заниматься на виолончели, все хотят ей овладеть и научиться играть. А с чем это связано, как вы думаете? Мне кажется, что виолончель это не мне только кажется, а вообще, если вы сейчас услышите это, что виолончель самый приближенный к человеческому голосу инструмент. Девочкам тяжело таскать эту штуку с собой. Ну, носить тяжело, но сейчас есть, например, доступность. Все-таки можно инструмент найти достаточно быстро, купить. Очень разный ценовой диапазон. Можно электроинструмент купить. И, конечно, научиться значительно проще, потому что и педагогов больше, и возможностей больше, и, может быть, времени у людей сейчас побольше, как раз особенно в пандемию. Но как в общественный транспорт, в метро, как вам? Сложно. Сложно, но... Но потом еще хуже. Нет, если так ориентироваться, то да, верю. Ну, девчонки, наверное, не выбирают контрабас все-таки. Ну, есть, есть, конечно. Есть девушки, которые прекрасно играют, да. Вот это да. У нас облегченные кофры, они весят 2,5-2,5 килограмма, в принципе. Сам инструмент весит от 3,5 до 4,5. Причем на вид электровиолончели она как бы меньше, да. Но она намного тяжелее. Ну, примерно, да, настолько же весит, но вообще не легче. Только на вид вот у нее вот эти вот пустоты, да, обечайки красивые. Но нет, это все одинаково по весу. А в самолете как вы перевозите их? А в самолете дополнительное место покупаем. Вот, но в велончели единственное что, она только не кушает. Поэтому дают скидку 10%. И на нее не выделяется Мартини тоже, к сожалению. Ну, то есть она рядом с вами пристегнутая. По себе спит. Спит, да. Просто если вы сдадите вот даже в хрупкий багаж, то там не долетит ничего. Нет, музыканты очень переживают, я знаю, и никогда не отдают своих детей. Как вы воспринимаете инструменты в багаж, да? Я один раз сдавала в багаж, когда еще совсем маленькая была. Вот, ко мне велончель приехала через три часа после меня. Я очень сильно переживала и ждала ее. О, господи, боже мой, какие, да, переживания. Что вы нам будете сегодня... Сколько стоит? Да, давай, давай. Я хотел просто узнать, цены на велончель. Вот сколько стоит инструмент? Человек не просто так вот здесь, на эфире. Цены совершенно различные, смотря какой инструмент вы хотите приобрести и какого уровня вы хотите инструмент. Ну, диамазон от Алиэкспресс до... Ну, можно китайский купить за 20 тысяч, например. Сейчас очень красивое, можно поставить для интерьера, но не играть на ней. Играть на ней нельзя. Вот так вот, да? А максимально, вот у мастера сделать, например? А максимально сейчас, наверное, адекватные цены. Это 20 тысяч евро. Ну, да, где-то плюс-минус. Можно найти за 10, можно за 15, 20, 25. Есть, вот в Европе у меня знакомые играют, у них 35, 50. Это потому что меценаты купили. Это вот как бы такие коллекционные инструменты, которые там либо дали погонять. А современные это под залог, либо вот... Пределы 20. Да. О, мой гад. Всего-навсего. Скромно. 20 тысяч евро. Можно спросить, сколько стоит ваше, если не хотите, не говорите? В этих пределах. Тут секрета нет. То есть... 15-18. Тысяч евро. Да. Подарили? Нет. Нет. Ну, как подарили? Меценаты. Нет, родители. Нет, спасибо родителям. Спасибо родителям. Нет, Мороз, меценаты. Вся семья. Часть семья собирала. А вообще, ну, то есть, не секрет, что есть виды искусства, которые любят народные массы. И здесь действительно к тебе и внимание, и дары, и деньги. Что с виолончелью? Виолончель тоже сейчас активно любят. На концерты ходят. Да, на концерты хорошо ходят. Ага, вот же, это же прекрасно. Да, особенно рок-музыку на виолончелях. А кто вот это приходит? То есть, поклонники рока или поклонники все-таки академической музыки, которые приходят так посмотреть на вас? Мне кажется, это идти-идти. Ну, у нас вот Рудин, да, приходил на концерт? Да, Родин. Родин. Кирилл Родин приходил. Просто приходил, он говорит, я тоже решил концерт сыграть на этой площадке, вот решил послушать. Наша аудитория очень разная, они любят как бы и рок, и русский рок, и академическую, и классическую музыку. Ну, просто они хотят получить энергию, люди, получить какой-то заряд. Ну, это же живое. Мы с року прямо сейчас начнем, может быть. Да, с чего мы начнем? Ну, с легкого. Давайте с легкого. Давайте, давайте, давайте. Вам нужно как-то предварительно настроиться или что-то? Нет. Девушки снимают наушники, смычки на изготовку, и микрофоны чуть пониже к виолончелям. Да, вот это вот все сейчас у нас происходит. Ура. А что вы будете исполнять? Или это... Давайте секрет. Секрет. Исполняется секрет. Я думаю, что все устали. Слышно? Да, давайте, давайте. Давайте. Исполняется секрет. Исполняется секрет. Исполняется секрет. Исполняется секрет. Эх. Браво! Есть у нас аплодисменты какие-нибудь, да, чтобы... Чтобы не одинокие мои хлопки в микрофон. Классно, классно играют, пишет Саша, наш слушатель. Игру престолов напоминает. Это была Вива Лавида была? Да, была Вива Лавида. Ну, знаете. И спрашивает тут же, конечно, ожидаемый вопрос, нравится ли вам апокалиптика. Были ли вы на концертах? Конечно. Да, мы даже играли с апокалиптиком. Да ладно? Ну и как? Сейчас Юля расскажет. В Зеленом театре в 2016 году, когда мы только вот познакомились и начали играть, мы записали видео, потому что был прям даже такой... Флэшмоб. Да, флэшмоб. Обязательно пришлите свои видео, и вы будете играть с апокалиптикой в Зеленом театре, все виолончелисты Москвы. Мы записали наше первое видео, отправили туда, больше, по-моему, никто не отправил, кстати. Но, как бы ладно. И мы пришли, и вот играли с апокалиптикой Кашмир. И еще что-то. Ну, да, было очень весело, здорово, атмосферно. Потом мы узнали, что эту запись, оказывается, свели, записали, она есть. И с ней работает наш барабанщик на своем огненном шоу. Так как с минусовкой. То есть мы уже с ним с 2016 года, оказывается, играли, он просто не знал об этом. А вы репетировали с апокалиптикой? Вы общались? Немножко. Немножко. Они очень общительные, они после концерта очень со всеми там пофотографировались, ответили на все вопросы, прям очень контактные. Пообнимались? Да, ребята. Обнимашки? Поехали мы вместе по... И хорошо. Не будем откладывать в долгий ящик еще один музыкальный номер. Давайте. Поехали мы вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это да! Вот это да! Спасибо! Спасибо! Вот это группа KISS у нас неожиданно пишет нам. Браво, Лимончелло! Девчонки, не уходите никуда с этой радиостанции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо! Очень здорово пишут нам. Рок в таком исполнении это всегда супер. Ходил пару раз на Ванасумэй в Москве, хотя это, конечно, другое. Скажите, играете ли вы что-то из Металлики? Даже если нет, захотелось сходить на концерт Лимончелло. Антон нам написал. А мы просто хотим вас пригласить на концерт. А что ж... Давайте. А вот и Металлика, кстати. Да. Металлика будет 6 марта. Ага. А акустический концерт будет 23 февраля. 16 тонн на Арбате. Приходите! Приходите, что же. Смотрите, у меня ведь есть много знакомых музыкантов, и они направили вам вопросы. Смотри. Во-первых, есть ли разница, как у вас в голове звучит музыка между тем, когда вы играете рок, и академическая? Да, разница есть скорее не в звучании и не в голове, а в форме восприятия материала, подготовки этого материала. И я могу, конечно, лично за себя говорить, как у меня по опыту. Очень сложно было первый год перестроиться под форму, формат и технику. Потому что это совсем не академическая, не классическая тариф, это специфика, это новые приемы. Нас так точно не учили в консерватории. Я так понимаю. Это совсем другая манера исполнения. И вот этот вот там первый год такой был немножко переломный, то есть внутри это все очень нравилось, но было непонятно, как это будет звучать, как это сложится в конечном итоге. И несмотря на то, что мы играем каверы, все равно нужно было найти свой стиль, свою аранжировку. Там у нас есть песня, которую мы два года меняли, просто аранжировку, пока нашли, вот как она будет звучать в конечном итоге. Анастасия, вы как? Даже до сих пор мы ее не меняем. Ну, а периодически мы что-нибудь новое в нее. Это Агата Кристофь. Она самостоятельно меняется вообще, она нихуя. Вот мы там вообще ничего не контролируем, просто так происходит, и мы такие, вау, ну, она живет своей жизнью. Как это? Я смотрю, что вы уже без нот, то есть, в принципе. Ага. Вообще музыкант должен быть без нот. Это мешает, это закрепощает, это не дает тебе высказаться, мыслить, чувствовать. Ты занят нотами. Конечно, если ты академический музыкант, у тебя там, не знаю, 120-220 концертов, ты не можешь охватить это огромное количество материалов, ты и сольно играешь, и трио играешь, и квартет, конечно, да, это ноты. Вот если ты играешь свою программу, подготовленную, у тебя какие-то концерты, ну, ты должен это знать наизусть. Это как бы даже просто не обсуждается. Анастасия, вам сложно было переключиться? Да, после академической музыки очень сложно было. Другие приемы, совершенно другие ощущения. То есть это... Жалко, что вы не видите, как Настя сидит, она делает это очень красиво. Скажите, пожалуйста, а сколько выпускается вилончелистов из консерватории вот ежегодно? Ну, вот со мной выпускалось, например, 7 человек, а поступало нас 12. А, то есть не все дошли. Да, не все дошли. Доживают. А просто раньше, ну, в определенное время, в советское, виолончели не была таким инструментом номер один. Ну, всегда же все шли на скрипку и на пианино, да, на фортепиано заниматься. А как же Ростропович? А как же Мстислав Ростропович? Вот все знали Ростроповича и Пабло Казальца, и все. Больше никого не знали. Ну, Шафран, Шафран еще в Советском Союзе. Я думаю, в Москве, наверное, ходили на Шаховскую, на Гутман, да. Да, скорее всего, да. А сейчас просто это действительно становится модным. А почему вы думаете это происходит? Ну, то есть это... Модным еще... Прямо таким академическим, классическим инструментом, и не нужно много понимать. Ну, подготовленный зритель идет в зал, либо он там идет и скучает, либо он подготовлен, но это любит, он там самостоятельно как-то изучает, проникает. А так ты приходишь на концерт и, в принципе, слышишь все то же самое, что ты слышишь в своем радио у соседа, во дворе где-то там, в кафе, когда сидишь, да, в маршрутке, когда едешь. Вот всю эту музыку ты слышишь в другом интерпретации, в другой интерпретации, в другой аранжировке, но она у тебя узнается, а не инструмент академический, классический, с красивым, прекрасным тембром. И, конечно, это вызывает интересы, я думаю, отклик. И еще она выглядит очень сексуально. Да. Напоминает женские формы. И ланчели, это правда очень красивый инструмент. Ну, казалось бы, что, по идее, у нас должен быть аудитория, должна быть больше мужская. Нет, у нас женщины. У нас женщины. Не понимаем, почему. А какие-то нужны качества особенные, чтобы заниматься виолончелию, идти на виолончели, или это, ну, то есть, неважно совершенно. Нужны особенные подушечки. Особенные подушечки, потом слух, конечно же. Ну, слух это уже делается. Подушечки на пальцах, вы имеете в виду особенные? Да, 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 такие мясные подушечки, большие. Ух ты. Да. То есть, вы смотрите вот так вот, мясные или нет подушечки у человека, который начинает заниматься там ребенком. Ну, подождите, серьезно, что ли? Серьезно. Ну, вы не шутите сейчас? Я не шучу. Так, давайте смотрим на мои подушечки. Ну, у меня подушечки никто не проверял. У меня просто мама пришла и сказала, я хочу, чтобы ребенок занимался на виолончели, у меня сел педагог сыграл песенку. Так, конечные подушечки совпали, да, понятно. Ой, вот у меня такие. Кажется, я не смогу. У меня худые подушечки. Да нет, при желании можно же все, что угодно. Вытянуть можно. Да, просто какой у вас порог боли, на самом деле. Да, какой порог боли, и как долго вы можете вот это делать? Ноги, а у вас... Руки. А у вас пальцы, руки. В балете более жесткая, конечно, и вот Евгений, когда это называется, там более жесткий отбор, потому что не знаешь, что произойдет в пубертат. А здесь как бы, что бы ни произошло... А все равно уже мозоли-то родные свои. Мозоли будут родные, но тебе будут больные грязи. Подушечки уже не смыли. Да, да. А скажите... Давайте все-таки, может, я просто думаю, время на время смотрю, чтобы еще мы послушали. Дело в том, что у нас... Подождите, у меня еще есть вопрос просто тогда до. Вы скажите, а потом как раз еще подумаем, как мы это сделаем. Сможете ли вы, вот, например, если мы вам сыграем заставку радиостанции Москвы и ФМ сейчас в эфире, воспроизвести ее, как лихие абсолютники? Если нет, то легко. Не факт. Не факт. Мне послышалось легко, ведь выдаю желаемое за действительное. Ну хорошо, тогда не будем рисковать, а пока послушаем вас опять с удовольствием. Да, нужно снять наушники, отодвинуться, опустить микрофоны, все это. Но здесь я пока могу вам зачитать. Вы все в восторге, почаще таких гостей. Кисы отдыхают. I was made super. Великолепно просто. Отклик чудесный. Девушки делают большое и важное дело. Популяризация хорошей музыки. Низкий им поклон. Да, да. Готовы? Давайте. Популяризация хорошей музыки. 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 Вообще. Круто! Круто! Спасибо, Лимончелло, обожаю Велончель. Крутые барышни, успехов им. Аранжировки просто блеск, пишет Ольга. Сколько у вас уходит времени на то, чтобы приспособить современную песню к вашему инструменту? Валентин Дмитриевич знает ответ на этот вопрос. Это наш художный руководитель. Присутствует незримо в студии. Большинство, да, вы там, наверное, 70% программы. Не наш звукорежиссер. Но если вы прильнёте быстро к микрофону, мы вас услышим. Ну, вопрос стоит так. От пары часов до бесконечности. А, понятно, понятно. Смотря какая песня и какая аранжировка. Кто дался сложнее всех? Наверное, Нирваны, потому что здесь... Был очень большой объём. Был очень большой объём и новые приёмы. У нас есть трибют альбома Нирваны. Да, 16 песен Нирваны. И даю тебе как раз возможность задать вопросы. Только я вижу, что у нас заканчивается время. Я хотел... Просто же повторили, чтобы... А, время и место? Куда, да, прийти людям, которые вот там в огромном количестве пишут. 23 февраля... 23 февраля... Клуб 16 тонн на Арбате. Арт-паб. Это, внимание, на Арбате 16 тонн. Ждём всех в 20.00. Начало в 20.00. Все собираются, и мы начинаем минут через 15-20. Спасибо. Может быть, вы нам ещё, да, что-нибудь сыграете на... Ну, чуть-чуть, прям чуть-чуть, минутку. Есть у вас что-нибудь на... На минутка 30. Минутка 30. Матвей, подожди чуть-чуть. Матвей машет, он ждёт. Матвей, подожди. Матвей, подожди. Матвей, подожди. Матвей, подожди. Москва МБ Москва МБ Молодцы У нас все полно У нас все полно Знаете, нет никого из консерватории, поэтому Мой, спасибо большое Да, вообще, браво, просто браво У нас дебют сегодня, мы первый раз На радио